Чё, файфуешь? Файфуешь? Иди, давай, всё, слезай! Ты же сына тебя подрал! Ну что? Ну что? Трактор! Что? Слезай, говорю, всё! Иди! Сыхло! Ну конечно, да! Всё, и обратно, вот так, ну! И как мне теперь с тобой с тобой сидеть в обнимку? Да, давай, давай, я памеру почешу! Да, давай! Ну вот так, сиди спокойно! Ты нашли спокойно! Вон! Ты решал мой палец есть? Ха-ха-ха? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале сказочной деревни, меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. В пятницу утра сдала полю в школу, пришла домой, мальчишки мне пишут, Юль, приезжай, посмотрим, что там у тебя за ошибки. Но надо быстренько-быстренько, потому что в 12 ее нужно уже забрать. Поэтому я уже в Кашире заскочила в Магдак, взяла себе свой любимый ролл с креветками, кофе с мороженым на завтрак. На завтрак я люблю булки, которые в Магдаке, а такие обычные булки не люблю. Поэтому, когда завтрака нет, а я уже опоздала, я уже не успела, беру ролл с креветками. В общем, я завтракаю, пью кофе и суд в игре. Ну, лечу, ласточку любимую осматривать. Мне там в комментариях под прошлым роликом, где я про машину опять рассказывала, ну, показывала там мельком, написали, Юля, тебе надо поменять автосервис. Срочно, однозначно, прям поменять автосервис. Ребята, мне нужно поменять машину. Машину, это Нива. Я сменила уже пять сервисов за тот момент, как я ее обслуживаю, собственно говоря. Я была уже в пяти сервисах разных. И езжу я всегда в основном в один, потому что там очень ответственные знакомые люди, так скажем, ну, мои знакомые работают, и они плохо не сделают. Это просто Нива. Вот мне колесо сделали, да, помимо того, что загорелись, я сейчас еду, а мне что-то стучит сзади, как будто, знаете, лук такой, как будто грязь из-под колеса вылетает и под ней еще стучит. Что это за стучало сегодня утром, хрен его знает. Это Нива. И ты будешь делать в одном месте, она разваливается в другом месте. И так далее, и так далее, и так далее. И не надо мне рассказывать о том, что у меня у соседа Нива там 90-х годов, и он за ней следит, и она хорошо выглядит. Потому что не он за ней так хорошо следит, потому что это Нива 90-х годов. 90-х, понимаете? Там, блин, сталь, как у танка, а здесь сталь, как фольга. И такое же качество запчастей сейчас делают. Ты ставишь, через месяц разваливается. Ставишь, через месяц разваливается. У меня крышка багажника сгнила насквозь. Углы крышки багажника сгнили, дыра, можно палец вот так просунуть. Никто ничего с ней не делал. Ее не трогали, никто ее не бил, ни вмятин, ничего. Она просто сгнила за 6 лет насквозь. Поэтому варианта, собственно говоря, у меня два. Ну, либо ездишь на этом, радуешься, что ездишь, постоянно вкладываешь в бокло, либо меняешь машину. Вопрос смены машины у меня сейчас, скажем так, в приоритете. Это первый вопрос, который я хочу в ближайшем решить. Он такой глобальный. Но это дорого, потому что я хочу либо Nissan Tiranu, ну, либо уж Duster. Но хочется больше Tiranu. И желательно новую. Новую. Потому что вот это все БУ. Это надо ездить с кем-то, кто разбирается, кто все будет это проверять. Это огромный геморрой. Поэтому денег нужно много. И моя задача сейчас просто хорошо, так сказать, поработать. И сменить машину. Ну, пока, на данный момент, если я позволю, такую покупку не могу. Но я над этим работаю. И пока я над этим работаю, мне надо, чтобы я ездила и не развалилась на ходу. Все, я уже обратно еду. Ну, короче, по АБСКИ, по горячим. По АБСКИ, по горячим. Датчик, скорее всего, навернулся. У меня нет времени, чтобы они мне ее разобрали. Они так посмотрели. Вроде стоит, ну, нормально, все подключено. Скорее всего, навернулся татчик на АБС. А по этому, по чеку по горячему. Ну, это, я не знаю. Катализатор вырезать надо. Ну, и другой стоит. Короче, я спросил, я могу ездить, она у меня не взорвется на ходу. И самое главное, чтобы она ехала, у нее там, не отказали тормоза. О, уехал. Блин, ладно. Не отказали тормоза, там по дороге не взорвалась. В общем, чтобы я просто могла ехать. Мне сказали, да это ж не, вы хрен с ней будет. Поэтому, пока так. Ну, я, собственно говоря, и забегала только для того, чтобы не посмотрели эти ошибки. Время. Паладинка. Отлично. Ну, заправки тоже никто не отменяет. Сейчас могут в комментариях начаться вопросы. Мне уже, когда друзьям сказал, что я хочу тирана, мне, Ниссан, мне, Юля, лучше бери, Дастер. Он, типа, дешевле. Во-первых, они примерно одинаковые ценовой категории. Это, во-первых, там, разница незначительная. В общей стоимости автомобиля. Но, Ниссан все равно однозначно качественнее, чем Дастер. В том числе по материалам внутренней обследки. Несмотря на то, что это две машины, они абсолютно идентичны внешне. По характеристикам они абсолютно идентичны. Одинаковые они. Но, Дастеры очень популярны. Прям капец как популярны. У нас их здесь, вот по... Он поехал. Вот я сейчас там ехала, стоит. То есть, они везде и всегда. Прям их прям куча Дастеров. И все хорошо. Это значит, что автомобиль, ну, так сказать, многие на нем ездят, многие им пользуются. Ну, в общем и целом, нормальный такой, для широкого, да, круга. Очень много на нем кто ездит. Но я поговорила с умными людьми по поводу этого. И знаете, что мне интересно про Дастер рассказали? Их выпускает три завода. Три разных завода выпускает Рено Дастер. И фишечка в том, что... Ладно, они там разных комплектаций и модификаций. Это все понятно, как у всех автомобилей. Но фишечка главная в том, что с этих трех заводов они выходят как бы разные. То есть, что это означает? Что при покупке автозапчастей возникает постоянная путаница. Например, вот у знакомого ему взлупили Дастер сзади и крышка багажника. Ему очень нужно поменять крышку багажника. И он не может ее найти. Они есть, как запчасти, да? Но они с других заводов. То есть, с другого завода крышка багажника не подходит на крышку багажника, блядь, Дастера, который выпускается на другом заводе. Они то чуть шире вот такие, да, то чуть уже щели. То есть, они не подходят детали, запчасти, понимаете? С одной завода Дастеров на другой завод Дастеров не подходит. и это огромный геморрой такой большой я видели ака передо мной стоит такой дядька силы здорово как для меня не не полная именно такую и ваку сел в автомобиль блин плюнул в этот бензобак и поехал поэтому короче все как бы складывается в сторону тираны да как обычно 5 полный между заправьте знают знаете хочу сказать что него он действительно не для женщины автомобиль снила это автомобиль его чисто для мужчины причем такого который будет любить эту машину заниматься постоянно с ней заниматься есть же такие нивы которые прям фору дадут любому реально же есть такие машины тоже просто дело в хозяине владельца и женщине сложно ухаживать за таким автомобильным сложилось содержать и честно сказать не в чинкофорно на нем ездить да везде но мне как бы везде особо и не надо поэтому поэтому хорошие но хороших хороших палочку с вами нашла представляете селфи для съемок по говардачке машины теперь оставляем наверху пешком ходим вниз участку потому что у нас начались дожди ради бывают по ночам бывают днем зарядит и тут вот сосед себе буквально на прошлой неделе отсыпал к себе вот туда вот вот я тут вылезал позавчера раскопала все мокро грязно скользкая на него на ниве на полном приводе с разгоном от забора вон где дуна и ой блин забыл карабин дедуна орет вот грамм подъезжаешь когда сильный дождь открываешь ворота отъезжаешь к дому кухне фиолетовым и разгоняешься оттуда дабы вот эту горку грязную въехать а очень скользко ну такая глина же и вот тут буксуешь на въезде и потихонечку оползешь и да конечно надо заказать щебеночки надо постелить текстиль за сверху насыпать сверху щебеночки потом все это разровнять да да я знаю все это надо с этим не спорю пока не сложилось пока пешком ходим а вот домой зачем зашла сейчас опять в каширу обратно поеду сейчас надо спали не забрать из школы отвезти на рисование и на бисероплетение там она пока два часа будет мне опять нужно вернуться в каширу во первых не нужно вздек посылку отправить я ее с утра не взяла не потому что забыла потому что все равно знал что я не успею туда зайти потому что все уже уже пора полюху забирать а вздеки но все равно там пока туда заедешь пока ты там припаркуешься пока то пока все я все планировал в каширу ехать ну тогда когда полюшу сдам на рисование но звонили вот ребята пришлось сгонять пока у них время был посмотреть я не знаю слышите были не слышите у меня даже ручник работает вставлять в машине слушайте вы не слышите я вот слышу что-то очень сильно стучит где непонятно вот я говорил про это он палец прорезает на сквозь что стучит блинка бы не задний мост а понятно вот отсюда с этого угла сейчас отсюда из-под колеса еще муж это в багажнике гремит все надеялась нихрена куда-то оттуда причем когда машина не едет а работает походу с глушителем что-то что мы я ехала и слышал этот звук когда едешь быстрее он громче но не всегда сильно на поворотах я переживала что задний мост загудел что-то тогда все пипец тушите свет или гранату но сейчас машина стоит а звук все равно есть этот звук может исходить только от выхлопной трубы она с этой стороны под задним левым колесом выхлопная труба не может доедем все хочу себя клейку заказать на заднее стекло который будет матом написано по едем лагу здоровую наладе стекло видел как-то в интернете на ней тоже хочу зато она ну блин большой плюс не вы в том что она будет все давно ехать и вот чё бы не не сломалась она ехать все равно будет если у тебя конечно там колеса не отвалится ну не что-то прям такое вот перестала стучать на поход с кушаком что-то или где-то от мужа крутится за шесть лет можно прогореть интерес не то есть он прогорел он бы всегда так делал ходит чудо открутилось что-ли умничка моя умничка возишь меня возишь 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 я как могу так вот стараюсь за тобой ухаживаю как могу награждается благодарен за участие осенний калейдоскоп за поделку молодец поделку делала грамоту дали вот так вот работаешь работаешь получишь кит бумажки а там что а благодарность пропустите человек сдай макулатуру а это надо выгуливали выгуливали неделю целую в багажнике макулатуру довезли до школы пока стоял поле ждала мне наша рисование написал что плохо себя чувствует поэтому все нарисование с тобой полю не идем сейчас там поедем тогда стек сдадим магазин а ты зачем почему раньше давали на всегда теперь надо будет один раз какие каникулы у нас канику как завтра каникул ваще класс завтра каникул может сегодня пятница двадцать второе пятница пятница ладно в общем какая у меня разница казались понедельник может это из-за этих лет карантин там все закрывают вот потому что важно было быть 2 больше эти мешок подарили для обуви смотрите а эти кто тебе подарил мишу глянули а это какая-то учительница ездила да да всем подарили да всем одинаковые да будете путать вот зря нет его писать надо писать надо давай усы нарисуем твоему этому нет ну что если усы нарисуешь будет понятно что это твой нет и что блин так ладно все короче класс вообще вот так вот да бах сверху каникулы хотя я рассчитывал с четверга и отменялся рисование хотя я планирую и что-то вести на рисование вот блин как планировать непонятно в этой жизни нужно планировать ну ладно я не тороплюсь мы сейчас спокойненько мы сейчас тобой сдэк сдадим сбербанк мне еще надо зайти этот у нас сегодня с тобой день бани с пятницы мы пойдем мы в пятницу поле ходим по пятницу пристегивайся на пятницу в спальнике ходим в баню поэтому сейчас мы с тобой в кашеру все сдэк сдадим сбербанк зайдем в магазин там зайдем сейчас купим покушать на выходные деме да и себе чуть научат хочешь на ужин я тоже не ладно сейчас разберемся ну да покушать нам и деме мы можем приехать сегодня автобус по-моему в 4 что-то приходит сегодня приехали и домой пройдем сумки соберем на отъезда на завтра будем банка пить пойдем банит все отличный день баня вот я хочу сказать что баня в конце недели по пятницам это вообще шикардос шикардос ты всю неделю ты бегаешь бегаешь запылился так сказать а потом в пятницу банки помылся попарился нам сейчас надо чтобы куда нибудь зайти чем для бани купить какой-нибудь может веничек и скрабе даже купим что-нибудь для бани ну ехал ехал не мог включить поворотник чё там от гнила крепеж какой-то что лечо чё там и и и видать да не гринит сгнила труба выхлопная кусок поставили другой хомут повышенную трубу но будет немножко под дырки тоже труба сгнила но не так как было потому что иногда она ну когда вибрации идет вот едешь при торможении при разгоне лезер по почкам прямо гудела так что поле там подпрыгивал на заднем сиденье включала сильно страшно едут расширку поехала приехала опять размышляют я просто сейчас мысли вслух пока полюху ждала из школы закинула там в автосалон заявку на трейдин если сдать эту машину а другую у них же взять кредит оставила заявку мне позвонила банк какой-то там один какой дочернее предприятие сбербанк уже с банков как грязь и не гремит значит точно лучше я говорю если сейчас мы еды если греметь не перестанет начни она не говорит нет точно она ну говорят машина должна дни вы должна греметь тарахтеться начало едет если они гремит и не тарахтеть за ишона умерла стать на месте ну так вот оставил заявку позвонил банк Значит, если сдавать Ниву, ее оценят хотя бы в 130 тысяч, не знаю, но она 16-го года, в принципе, она, ну, не 6-летняя, 5-летняя, не знаю, даст ли за нее автосалон 130 тысяч, в принципе, можно. То взять кредит на Тирану, на двухлитровую, на автомате, по их стоимости, Тирану будет 20-го года, у них сейчас под конец года тут распродажи, типа, автомашин, автомобилей, типа, старого года. Хотя это, конечно, тоже бывает очень часто развод, ну, то есть тут нужно взять себя в руки и не прибежать в автосалонной эйфории, когда тебе скажут, что 20-го кончилось, вот есть 21-го, но она дороже на 300 тысяч. Короче, там выходит платеж, если на 5 лет брать, что-то в районе 12 тысяч в месяц, что ли, если на 7 лет, то 9 тысяч в месяц. Я в Ниву месяц в ремонт вкладываю от 5 до 20 тысяч рублей, это с тем учетом, что вот эту всю мелкую трихомутию, как то, не знаю, там, хомут повесить, или что-нибудь такое сделать по мелочи, там, где-то лампочку поменять, мне вообще нет, за месяц их денег не берут, все равно я от 5 до 20 тысяч в месяц у нее в ремонт вбухиваю. Если эти деньги вбухивать в автокредит, на Тирану, ну, плюс, естественно, там еще будет обслуживание и так далее, мне то на то и выйдет, а то машина будет нормальная. Ну, я пока, пока в размышлениях, в принципе, что думать надо правильно. Какое-то у меня не то чтобы сомнение, не знаю, да, сомнение, наверное. Я никогда машину в кредит не брала, вообще никогда не брала ничего крупного в кредит, всегда обходились как-то, да, где-то занять, перезанять. Ну, если кредиты были, то они были мелкие. Хотя, в принципе, даже если 20 тысяч в месяц я вполне потяну, но меня эта сумма не будет тянуть. Я в машину столько же вкладываю. Короче, надо заняться этим вопросом как можно скорее. Прямо реально как можно скорее. Ну, позвонил пока страну только один банк, там их, по-моему, 12. Позвонил пока только один. Кредитная ставка у них 2,3% в какой-то там госпрограмме. То есть небольшая переплата. Ладно, надо с этими мыслями, так сказать, переспать. Потому что сейчас-то хочется, конечно, вот прямо сейчас сесть, поехать, сдать мою белочку и на другой машине уехать. А ну, знаете, когда вот так волной на тебя нахлынивает, хочется прям плюнуть все, бросить и поехать. Но так делать нельзя, нужно как бы маленько подумать. Ну, должно несколько дней пройти, там, неделя-две, чтобы ты с этой мыслью переспал, пережил, переживал ее и выдал более адекватное решение. Что тут ждать, если мне так вот так... А, плюс, наверное, что сроковка. Мы больше сколки не поднимемся. Что если? Если ты выберешь машину, больше сколки не поднимемся. Почему мы не поднимемся? Потому что... И к сборке отборка. Почему это? Потому что это машина вот эта может поднимется, она не поднимется. Ну, если взять полноприводную, то она тоже поднимется. Это да, где-то ее возьмешь. Просто чем дольше Нива у меня, тем она будет дешевле. Я вообще не знаю, салон возьмет ее. Хоть за сколько-нибудь. Потому что продавать так... Сейчас многие мне начнут писать, что Юль, ее выгоднее будет продать так, типа, а деньги внести, типа, деньгами, как первое. Я не смогу ее продать. Ну, я человек честный. То есть, если ко мне придут, я начну всем рассказывать это, 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 это. Поэтому, ну, вариант, ну, трейд-ин для меня, он более подходящий, чем самая продавая. И я не смогу этого сделать. Ох, ох, унюшки, хохо. Это мне, кажется, и зрители рассказывало, или я где-то не помню, уж в чате в каком-то я читала, как там, значит, женщина коров продавала. Женщина тоже честная. И вот у нее там есть несколько коров на выбор, а покупатели приходят, она говорит, вот это я не продам, а это хорошее, это не продам, а это хорошее. А вот это могу продать. Ну, вот я, типа, из этой же серии. То есть, ну, я не умею продать то, что мне самой не очень нравится, скажем так. Есть люди, которые умеют, я нет. Это не минус, это, ну, просто надо воспринимать, что это так и подыскивать для себя подходящие варианты. Поэтому мой вариант трейд-ин, он более подходящий, чем самой этим заниматься. Разговаривать с мужиками, которые к тебе приезжают и начинают на тебя психологически давить. Ой, фу, это не то, ой, фу, это не то. Я так не люблю. То есть, я не люблю, когда на меня начинают давить, начинают мозги конопатить. Вот это не мое. Я больше, ну, приехал, столько. Согласен, не согласен. Вот я за это. И вообще за такие решения, то есть, четкие границы. Так, вот так и вот так. А ты выбираешь для себя, подходит ли эти варианты или не подходят. Ох, ладно. В любом случае, это не сегодня, сегодня просто такие размышления, размышления, они к чему-нибудь рано или поздно приведут. Чувствую я, что рано, чувствую я прям, что это будет скоро. Я планировала в следующем году, но что-то, походу, не отъезжу я до следующего года на ней. Я столько нервов теряю, когда еду. Вот понимаете, когда едешь на машине, когда ты едешь на машине, в которой ты не уверен, так постоянно боишься. И это реально вот страшно. Я знаю, что мне ездить нужно много и очень много. Постоянно мне нужно ездить. А ты не уверен в автомобиле. И это не каждый раз, когда ты едешь, ты боишься. А вдруг что, а вдруг что, а вдруг что. И вот это вот вдруг что, оно настолько нервы трепет, что, блин, надо закрывать этот дешкальт незакрытый, как 6 минуты выражался. Ну, то есть решать вопрос. Не, перестать переживать, поэтому. К нам приехал, к нам приехал. Демыч. Слушай, я же тебе шишку за подстрижку не дала. Что? Ладно, поцелуй давай. Из машины выгружаем, в машину загружаем. А, сейчас. Дем, смотри, какие тучи идут, смотри. Сейчас дождик ливанет, я наверх не вылезу. Я-то не вылезу, после того, как он польел. А, я вот коробок, кстати, еще набрала у СДК. Поля увидела, что... Поля увидела, что мама сможет коробки собирать. Что? В чем проблема, у Ли, если есть бутылка, дефенциалы и полный прием. Проблема в том, что потом... И есть ламом там между... Да, я уже взяла один раз, чуть в стоп не въехала. А там перекопали, трубу вкопали. Давай. Сейчас покушаешь. Ну, я же не виноват, что ты не завтракал. Дем. Так, одно выгрузили. Ну, тяжелый там, а мешок, сук с продуктами тяжелый. И коробки, которые завтра попытаюсь сдать на Вальберис. Хотела же воскресенье, а вчера полезно. Смотрю, там на субботу местечко освободилось немножко. Перенесла поставку на субботу, но чтобы уж мы с этими коробками не кататься. Я все-таки же в надежде, что их примут. Перенесла на субботу, завтра с утра поедем мы в Москву. Ну, там на день рождения к родственникам. С утра заеду в Подольск сдам. Ну, по крайней мере. Надеюсь, что сдам. Планирую. А там, посмотрите, блин, дождь все равно пошел. Собака, а? Так. Ну, я с разгона, от кухни наверх. Мокрая же все. Поля, держи его! Блин, Дуна испачкал в Польке всю курску. Ну что, помолимся? Разгоняемся. Вторая. О! Эх, маловато будет. Надеюсь, что будет. Раз. Оп. Чуть-чуть-чуть. Глезла. О, и еще сильный дождь пошел отлично. Небославян. Классная песня. Так, ну что, все, я успела. Дождь пошел еще сильнее. Еще прям буквально минут 10-15, и вот эта горка превратится в такую. Что даже с разгона не возьмешь, поэтому. А я все успела. И привезла, и загрузила, и выгрузила. Там бы есть какая-то мелочишка осталась. Какая-то мелочишка осталась, я руками донесу. Все, товарищи. Значит, я пошла собирать вещи на завтрашнюю поездку. И баню топить. У нас в Полинке вечером будет баня. Ох, как хорошо. Что хочу сказать. Значит, по поводу автомобиля. Естественно, все, что говорят тебе в салоне, когда ты подаешь заявку, а также все, что говорят тебе по предварительной заявке в банке, ну, это все понятно, что это просто тупо замануха. И нужно тупо умножать все на два. И на это примерно рассчитывать. То есть, ну, не надо рассчитывать на то, что там реально платеж за машину будет 6 тысяч рублей, как везде в рекламе написано, в месяц. И, конечно, ты будешь до конца своей жизни платить за эту машину. Поэтому все, что говорят, умножаем на два. Пока думаю, пока никуда не бегу, ничего не делаю. Пока, так сказать, в размышлениях и в раздумьях нельзя такие вещи делать в бухте-барахте. Поэтому пока подумаю. Все, друзья мои, буду с вами на этом прощаться. Поскольку, наверное, поснимать сегодня уже все равно ничего не получится. Получился ролик про машину. Ну, как получился, так и получился. Надеюсь, что он был вам интересен. Внизу, в описании к этому видеоролику, разные полезные и интересные ссылки. Ссылка на наш магазин ВКонтакте, который называется Вкусно ем. Там можно заказать всякие штучки для приготовления колбасы вами самостоятельно. Оболочки, специи и так далее, и так далее. Также можно делать это все на Вальбересе. Как сделать заказ в магазине Вкусно ем вот в этом ролике. У вас в этом пониже ролике, как нас найти на Вальбересе. Надеюсь, что завтра меня проймут. Вот здесь вот нажмите пальчиком, подписывайся на наш веселенький канал. Вот здесь пониже наш второй канал про колбасу, копчености и всякие прочие другие вещи. Все, друзья мои, всем спасибо за просмотр. Всем желания ломающихся автомобилей. Все, ребятки, всем пока. Все, ребятки, всем пока.